Деревня Жаворонки Деревня Жаворонки Приготовить в русской печи можно все. И первое, и второе, и даже компот. Каждое блюдо готовится по-разному. От нескольких минут до суток. У нас есть блюдо, которое мы готовим порядка 12 часов. Это каша. Это пшенная каша. Это она уже, скажем так, известна. То есть есть даже люди, которые к нам специально приезжают. Просто именно из-за этой пшенной каши. Вот она томится не менее 8 часов. Она должна томиться, она карамелизируется, становится такой коричневый. Даже не как каша, а какой-то мусс очень вкусный. Учиться кулинарии сюда едут со всего Подмосковья. На этот раз вместе со знатоками русской кухни гости испекут традиционные сдобные плюшки. Плюшку можно сделать любой формы, какой только пожелает душа. И сердечко, и бантик, и бабочку. Пора отправлять булочки в печь. Чтобы пропечься и как следует подрумяниться, плюшкам нужно всего-навсего 5-7 минут. А пока сдоба подходит, самое время отдохнуть. Мы пойдем с коронем, поварю вдвоем. Мы пойдем с коронем, поварю вдвоем. Пока гости поют, хозяюшки заваривают чай. С минуты на минуту подойдут плюшки. Румяные и очень ароматные. Гости радуются, как дети. Весь процесс, который мы совершили, это просто великолепно. Тесто было мягкое, такое сдобное. Очень легко подавалось в формирование. Вот видите, здесь звездочка получилась, сердечко. Очень все прекрасно. Пора приступать к чаепитию. У меня до сих пор есть русская печь. У меня есть дом с русской печью. Там такая шикарная еда получается. Вкуснотища неописуемая. Такой еще в данный момент мы нигде еды не поедем, как из русской печи. Вспомнить традиции и окунуться в атмосферу быта наших прародителей. В музей древнерусской кухни «Еда Руси» вместе с гостями приехала и лидер движения общественной поддержки Олеся Климачева. Экскурсию провели в рамках проекта «Мы первые». Я тоже впервые в таком замечательном месте. Действительно здорово, все интересно. Очень хорошо, что при поддержке губернатора и главы городского округа Химок проходят такие мероприятия. И у нас дают возможность развиваться в таком управлении. С началом зимы, говорят, в музее интерес к месту растет. В преддверии новогодних праздников здесь не только продолжают кулинарные мастер-классы, но и устраивают настоящие народные гуляния. С удовольствием от городской суеты сюда убегают и дети, и взрослые. Нина Липанова, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.